всем привет всем привет ребята привет 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 легенда легенда сейчас подключается его вот она легенда здорово да нормально все ты че там как да в порядке прическа твоя шведская мне нравится очень нравится да не реально круто ты че отращивать будешь те но я уже отращиваю где-то на месяц 4 спецом да да но я просто до этого укладывал назад и они не держались потому что у меня волосы такие толстоватые немного чтоб свите хедманом играть в одной паре да конечно ты чего делаешь ты вообще там целыми днями но у меня тренировки то есть с утра еду на тренировку один то есть у нас нет такого что нас там собирают или что-то еще вот я к знакомому я же у него зал дома есть поэтому ездил заниматься наш тренер по физпогготовке дал нам типа программу такую небольшую вот мы там ее делаем четыре раза в неделю обстановка так вообще как в америке ну по всей америке не знаю а вот во флориде вроде спокойно у нас есть заболевшие но не сказать что какая-то паника вот сегодня ввели после девяти нельзя выходить на улицу без причины потом обязательно если заходишь в какое-то здание должно быть маски в перчатках по улицу вроде все еще можно гулять но прям чтобы такого что типа пропускаю все остальное такого еще нет короче понятно у нас вообще в москву прикинь перекрыли теперь по пропускам вес по QR-кодам там все дела а ты из загорода уехал или куда да я в деревне спрятался короче в городе вообще ну нечего делать ты сидишь там просто в клетке и не выйти никуда тут хоть походить поснимать что-то можно ты один или как с девушкой с кем с девушкой с мамой тут но это вообще девушки дача короче ну деревню вот ее родители уехали а сейчас моя мама приехала и мы тут втроем тусуемся с собаками нормально ну хоть знаешь хоть не в квартире сидишь а где-то да штулочки пожарить ну че всем привет ребята всем привет мы всех видим всех слушаем давайте еще пару минуток подождем и начнем с вопросов мы сегодня хотим вообще сделать вопрос на вопрос я миша позадаю какие-то вопросы которые вы мне писали а миша хочет мне задать какие-то вопросы не знал что ему может быть интересно вообще моя жизнь да не интересно мне вообще интересно что ты делаешь и как ты это делаешь как тебе это в голову приходит потому что до этого до вас до тебя и до кузи кузьмы никто никто не делал типа хоккейного контента поэтому интересно и главное чтобы вы развивались потому что хоккей нужно развивать вообще везде не только на льду но и в нель да поэтому это здорово то что вы делаете спасибо миша не заинтересовался ну че ребята кажется народу достаточно да давай начнем я задам первый вопрос если не против давай давай расскажи вообще чем ты занимаешься на карантине вот там какие-то у тебя тренировки по может быть по специальной программе которые вам в таймпе выдают или же ты сам какие-то себе тренировки придумаешь как вообще проходит этот процесс и что ты делаешь прям вот распорядок дня твой ну я встаю в 7.30 еду на тренировку тренируюсь где-то минут 45 час может быть ну там по три подхода то есть ну сейчас неделя у нас типа утяжеленная там по 6 подходов на упражнении там три упражнения то есть ну довольно таки тяжело предыдущие там две-три недели были немного попроще вот потом еду покупая смузи приезжая домой пьем смузи с лизой или она делает готовит она мне покушать я играю в приставку ну и все а потом знаешь как пойдет там если надо куда-то выехать там допустим там машина сломалась что-то еще мы выезжаем вот программе которую в тампе тебя дают или сам да 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 нам теннер по физ подготовке дал программу и мы стараемся выполнять а что за тема со смузи я смотрю у лизы у тебя вы прям на смузи на эти сели но я не могу салаты есть как бы мне не очень нравится только знаешь там иногда раза три-четыре в неделю а так смузи можно каждый пить там много зелени там шпинат келл все остальное то есть нормально заходит да то есть и вроде здоровая пища вроде как бы и смузи вкусно поэтому стараемся каждый пить пьем еще шоты для здоровья такие типа из лимона там имбиря все такие вот вещи чтобы правильно да ну конечно конечно что давайте твой вопрос давай ну как я считаю вы еще только начинаете и на начальной стадии развития вашего блога потому что я думаю что у вас цель это посерьезнее чем там по 50 по 60 тысяч подписчиков поэтому какая у тебя стоит цель в чем как бы как сказать-то ну в чем цель твоего блога куда ты идешь к чему-то стремишься вот ну на самом деле мы когда создавали блог цель даже можно сказать не реально не подписчики там не лайки не комменты не репосты а цель это больше популяризация именно хоккея потому что ты так поставить например футбол и хоккей да ну огромный разрыв реально большой просто даже вот в нашей большой стране очень огромный разрыв и мы просто хотим делать так чтобы хоккей реально развивался и популяризировать его стараться больше в этом заключается на нашу так сказать миссия цель по большей части то есть нет у вас допустим у тебя там миллион миллион подписчиков зарабатывать там два миллиона в месяц или какие вещи не но это конечно я не спорю это приятно если у меня было там миллион и два миллиона в месяц ну от этого никуда не денешься но мне кажется просто знаешь это как больше бонус вот ты в играешь ты ты кайфуешь до от процесса деньги получаешь это как бы бонус для тебя вот тоже самое мы заснимаем нам это нравится мы получаем обратную связь и от этого тоже кайфуем а деньги может сказать которые деньги день деньги и подписчики это как бы не сразу ну не то что подписчики определенное количество подписчиков это не самоцельCO нет конечно и деньги это тоже не цель просто нас все деньги уходят 50 мы по сути работаем на жизни на контент и по сути так ничего особо не навариваем. Так, теперь я тебе задам. Не, подожди, у меня еще не закончился вопрос. Это был... Подводка? Ну да, 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 подводка. И, получается, вы развиваете свой блог, и что вы для этого делаете? Участвуете ли вы в каких-то тренингах для блогеров? Читаешь ли ты какие-нибудь посты, книги по развитию Инстаграма, Ютуба, по развитию своего личного блога? Ну, вообще, мы не участвуем ни в каких вот там ни в тренингах, ни в чем, потому что мне кажется, в плане вот такого видео именно блогерства, ну, мало кто может тебя этому обучить. Здесь больше такое. Мы, в общем, делаем все сами. Сами наступаем, там, бывает на одни и те же грабли, учимся на своих ошибках и прочее, потому что, и что там касаемо рекламы, когда мы закупаем рекламу, там, знаешь, можно закупить, например, рекламу, у тебя там подписчиков придет там 3000, а можно закупить там на 500 человек. И вот такие всякие эти ошибки мы допускаем, и на них просто и учимся. Как бы все сами. То есть у вас нету каких-то контент, не контент-менеджеров, скорее всего, а типа просто менеджеров по вашему блогу, которые ищут вам рекламу, договорят, ну, типа, как легенд в хоккее. У вас таких людей нет. Нет, мы все сами. Кузьма там умеет монтировать, я там какие-то свежие идеи привношу, и мы вот так вот, как инь-янь, так сказать, друг друга дополняем, и за счет этого и функционирует у нас вся эта движуха. Здорово. Давай, это вопрос. Я вот смотрю за тобой, за Лизой. Ну, Лиза, у тебя девушка, у Миши Лизой, если кто не знает, и она тоже блогер, поэтому там переходите, подписывайтесь на нее. И она занялась йогой, я так смотрю усердно. И ты занялся йогой. Вот. И мне интересно спросить, йога, это вообще как вот действенная тема, и, ну, она тебе нравится, в чем какие-то плюсы, минусы, и стоит ли вообще хоккеисту заниматься йогой? Ну, йога разная бывает. Знаешь, есть йога, которые они там изучают асаны, они изучают какие-то определенные позы, в которых они могут сеять по 10-15 минут. То есть это немного другая йога. Мы делаем йогу более заточенную на хоккей, то есть на хоккеистов, на мышцы, которые мы используем, чтобы их растягивать. То есть Лиза для меня программу сделала небольшую, мы с ней занимаемся, то есть мы делаем с ней прямые эфиры. И у нас есть командная йога, мы в зуме занимаемся, там там наняли учителя по йоге, она нам растягивает все мышцы. То есть мы это делаем только для растяжки, не для какого-то эмоционального состояния, знаешь, как в основном йоге это делают. Поэтому это, да, это растяжка. В общем, для тебя йога это чисто растяжка. Ну, тебе так нравится вообще, самон прикольный или такой себе? Ну, это тяжело. Есть некоторые, то есть позы, где, знаешь, девушки, допустим, они легкие, им легко стоять, потому что у них нет веса, а я, допустим, 100 вешу. И я начинаю это делать, у меня забиваются плечи или там, ну, немножко неудобно становится, но сам процесс прикольный, то есть такой увлекательный. То есть ты некоторые вещи, допустим, не знаешь, Лиза мне показывает и она же изучает сейчас, она каждый день этим занимается, поэтому это интересно. Вот. И вообще рад, что она начала этим заниматься. Понял тебя. Ну, чё, давай. Мой? Заряжай, так сказать. А насколько тяжело тебе, Кузьмин, генерировать идеи к видео? И после таких успешных видосов, которые вы сделали, где искать вдохновение? И как вы это делаете в общем? Да на самом деле, вот мы как бы сами играли, и поэтому нам очень легко какие-то ситуации, которые мы проходили сами, просто переносить, грубо говоря, в творчество, как бы, и показывать людям, хоккей действительно какой он есть, не как там по телевизору в сериале «Молодёжка», там, да, вот это такая сказка, а показывать действительно там с матом, со всеми вот этими вещами, про которые мы все знаем. И просто мы сами это пережили, и поэтому мы эти какие-то моменты просто в видео переносим, и в принципе всё. Ну, их много, понимаешь? Можно просто делать какие-то простые скетчи, делать какие-то, например, тяжёлые. Вот видишь, там у нас порой бывают какие-то выходят социальные, там, да, там, это тяжёлые скетчи, там, ну, а бывают какие-то простые, и поэтому мы просто, ну, стараемся как-то иногда разбивать какую-то идею даже на несколько. Конечно, тяжело, бывает такое чувство, что действительно не заканчиваются эти идеи, но всегда находится что-то какое-то новое, ты такой, там, подумал, посидел, привнёс и думаешь, ну ладно, это можно снять. Мы просто стараемся сейчас делать проще, чтобы было больше идей и больше контента, можно, наверное, так сказать. Ну, классно, классно. Давай, клой. Так, какую сторону своей игры ты считаешь самой сильной, и какую сторону своей игры ты считаешь самой слабой? Ну, не знаю, самый сильный, наверное, это игра в атаке, скорее всего, то есть, может быть, бросок. Может быть, бросок и пас, то есть, вот этот бросок через игрока, через ноги, я стараюсь его развивать, и, то есть, эти бросочки сильнее, линия, обыгрыши, я над этим очень много работаю, вот. Наверное, поэтому игра в атаке, наверное, сильнейшая сторона будет, а игра в обороне пока слабейшая. Как бы я работаю, но на данный момент, если сравнивать атаку и оборону, то оборона хромает. Как ты отрабатываешь этот бросок именно из-под, ну, получается, из-под нападающего? Да, ну, смотри, у меня был тренер в юниорах, который со мной работал каждое утро. В Ю-17? Нет, в Канаде, в Виндере. Он бывший игрок НХЛ, он бывший нападающий, кстати, не защитник. И он, я так понял, он примерно понимает, как защитники играют, потому что он под них выкатывался постоянно. Вот. И он мне давал упражнение, типа, положил две клюшки на льду, на синей линии, ты смотришь на ворота, и эти клюшки ты обыгрываешь, то есть, они вот так вот лежат, две, и там промежуток где-то вот такой вот, и ты должен там не глядя шайбу провести. То есть, ты контроль чувствуешь, а все равно смотришь на ворота. Вот. Потом ставили всяких вот этих болванчиков, показ, убрал, бросил. Знаешь, ты бросаешь из неудобных положений тебе, потому что, когда ты бросаешь из неудобного положения тебе, нападающему еще больше и неудобнее. То есть, как сказать, да. Да, ему... Я не знаю, как это объяснить, ты понял, да? Да, я тебя понял. То есть, ему еще сильнее, ему еще труднее подстроиться под бросок и заблокировать, поэтому... Это то, над чем я работаю, на броски схода еще отрабатываю. А вот если ты говоришь, что у тебя самая, ну, точнее, слабая черта, это игра в обороне, против кого вот в НХЛ тебе реально тяжелее всех играть? Вот есть такой игрок? Ты же уже почти, ну, со всеми командами сыграл, со всеми игроками, и ведь часто выходишь там под первые зрения. Кто вот самый такой? Ну, на самом деле, Сидни Кросби. С ним тяжело бороться в углах, потому что он... У него очень большая спина, он закрывается, еще он очень низко сидит, и к нему тяжело добраться. То есть, вот это вот закрывание шайбы, это вообще у него, наверное, самый лучший скил, который у него есть, хотя у него этих скиллов очень много. Вот. Поэтому, ну, наверное, Сидни Кросби, да. Ну, на самом деле, очень много игроков. Есть ребята, которые в углах могут так накрутить, что потом стыдно на лед уходить. Вот. Но самый тяжелый, наверное, Сидни Кросби. Давай, твой теперь. Так, что, это третий будет, да, уже? Да. Сколько часов в день ты тратишь на свой блог? 24 на 7. Я постоянно в этом телефоне. Это действительно... Нет, это вроде кажется, знаешь, смешно, шутка, но на самом деле нет. У меня просто, представляешь, у меня было зрение, короче, минус что-то полтора, что ли. Я сейчас надеваю линзы, и я понимаю, что я даже уже в них фигово вижу. То есть в очках, в линзах, потому что я постоянно в телефоне там. Ты постоянно думаешь, так, мне надо это снять, это проверить. У нас же еще и YouTube есть. И, в общем, ну, действительно, это такая работа блогерства, которая, знаешь, ты идешь на работу, ты там отработал, да, и пришел, все, у тебя свободное время. А здесь ты всегда должен быть на связи, на коннекте, посмотреть там, что куда. Да, поэтому 24 часа в сутки я работаю. Мы там работаем. Так, слушай, у меня продолжение есть. А, это подводочка, опять что-то? Ну, не, не подводочка, как бы, у меня, ну, девушка же тоже этим занимается, и я смотрю, она реально, ну, где-то 4-5 часов в день отдает этому, реально. То есть, хотя у нее блок не очень большой, но, то есть, она там все истории обработать, это все сделать, и новые видео записать, как мы готовим, что мы делаем. То есть, вот эти вот все дела, это постоянно, вот, в телефоне, я уже, знаешь, иногда даже расстраиваюсь, потому что она в телефоне сидит. И тебя это не напрягает? Ну, меня напрягает. Просит там, типа, Миш, давай это вот здесь засними, Миш, здесь это сделай, Миш, здесь потом, да. Вот это вечно, вот это вечно. Еще я играю в Fortnite, она до меня докапывается, как бы. А этот, хотел бы ты поучаствовать в каком-нибудь ретрите, типа, там, неделю без телефона, где-нибудь неделю в лесу, или что-то типа того, чтобы отдохнуть от этого. Я уже участвую, я сейчас месяц в деревне буду жить. Но ты все равно в телефоне, как бы. Да, нет, я бы на самом деле хотел, но только, знаешь, я бы хотел это сделать, чтобы за меня тогда какой-то человек работал, то есть, вел страничку, чтобы не падал актив. Если так будет, то да, вообще, как бы. Так можно же просто наснимать заранее всякого. Ну да, если так, я бы, я реально только за, я бы отдохнул. Вот уехал бы прям куда-нибудь, знаешь, сидел бы без телефона и был бы счастлив. Ну, там музыку только, может, оставил бы. Так, расскажи, пожалуйста, нам, вот ребята у нас спрашивают, за что предусмотрены у вас штрафы в команде? У нас нет такого, какого-то списка за штрафы, то есть, штрафов и наказаний каких-то. Ну, просто ребята стараются быть вовремя везде, то есть, никогда не опаздывать. Ну и все. То есть, если ты делаешь все, как тебя просят, тебе никогда не будет никаких санкций и ничего. То есть, ну, если ты опоздаешь, то, я не знаю, там тренер будет принимать какое-то решение, это уже им останется при нем, но такого списка санкций нет у нас. Ну, там за телефоны же вас тоже штрафуют в раздевалку? Ну, здесь нет такого, что штрафуют, просто их никто не приносит в раздевалку, потому что у нас есть отдельная маленькая раздевалка, в которой мы переодеваем, снимаем верхнюю одежду и одеваем уже, типа, знаешь, вот эти вот, как это называется-то? Ну, спортивную форму. Да, 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 то есть спортивную форму, не хоккейную еще. Потом у Хоми там уже большая хоккейная наша раздевалка. То есть вот в этой маленькой раздевалке еще можно посидеть в телефоне, там проверить сообщения, но не прям уж сидеть в телефоне, то есть ты просто в телефоне. Есть какое-то вообще вот такое прям табу жесткое, что запрещено делать, за что там, не знаю, какой-то прям большой штраф влепят? Есть такое? Ну, опаздывать на собрания, опаздывать на игры и, то есть, здесь все ребята-профессионалы, здесь не нужно никому объяснять, что можно делать, что нельзя. Здесь, в принципе, все приходят и понимают, что, то есть, ну, есть такие маленькие вещи, то есть в самолет нужно за 30 минут приезжать, то есть он вылетает в 3, приезжаешь сюда к 2.30, регистрируешься и сразу заходишь в самолет. Не позже, то есть не за 15 минут. И все, в принципе, все остальное, там, тебе говорят быть в 4, а ты приходишь там за 10 минут раньше. Понял, тогда давай я сразу следующий задам. Как вот Михаил Сергачев готовится к играм? Какие-то там, может быть, традиции, там, ты можешь, ну, которые ты можешь рассказать. Понятно, что есть такие вещи секретные, но что ты можешь рассказать вообще нам? Да у меня нет секретных вещей, на самом деле. Ну, знаешь, это от игры, от игры зависит. То есть, я, допустим, поеду на игру, у меня здесь два моста, которые вот, то есть, вот арена у меня вот здесь вот, он там в окне, ну, короче, он там, он там. Ну, да, да, окно белое почти видно, я понял. Ну, короче, то есть, ну, вот буквально вот здесь в 400 метрах вот здесь арена, то есть, у меня здесь два моста от не отходят. Я, допустим, поеду по одному мосту, буду слушать определенную музыку, если я сыграю хорошо, я буду делать до того момента, пока я плохо не сыграю, то есть, ну, такие вещи, знаешь. Ну, вот Яшкин, например, вчера я смотрел там эфир тоже, он говорит, что он перед матчем приседает, ну, типа, с весом там разминается. У тебя есть какие-то такие фишки, там, с клюшкой пойти по работе или что-то еще? Нет, у меня самое главное это разминка, то есть, я приезжаю на игру, мне самое главное размяться, то есть, почувствовать все свои мышцы, как я их потянул, не потянул, там, сделать беговую разминку небольшую, чтобы я был немножко потненький такой, чтобы разогреться. Вот, так, самое главное, если ты разминаешься, ну, я, по крайней мере, я, то есть, если я разминаюсь, я чувствую, что я готов, то в ЭГЭ я буду себя нормально ощущать. Всем хана, короче, если ты готов, да? Ну, давай, твой вопрос. Так, это будет четыре. Ну, давай пять. Потому что про карантин, как он повлиял на тебя, твой блог, как бы, это, вот, ты уже, мне кажется, отвечал, и всем уже понятно, что повлияло это на всех. На всех повлиял. Да. Поэтому давай, ты, Кузьма, в основном снимаетесь видео вместе, делаете контент вместе, а ведете два разных блога. Как вы делите все нажитое, так сказать, все заработанное, или как у вас это происходит, потому что вы делаете две разные рекламы, допустим, ты делаешь на своем аккаунте какую-то рекламу в сторис, он делает у себя, как у вас это работает, как вы, там, договариваетесь, и если у вас какое-то соглашение, я не знаю. Ну, мы всегда, как бы, когда, точнее, еще только начали этим заниматься, у нас сразу был жесткий уговор, что все, что мы зарабатываем там, которое именно относится к блогерству, именно к популярности, к этой, потому что, короче, мы изначально работали тренерами просто. И то, что Кузьма зарабатывал, то, что я зарабатывал, мы просто складывали наши деньги и вместе их, как бы, в развитие. То в мой аккаунт, то в его аккаунт. И мы договорились на, как бы, на таком, что все, что мы нажимаем, делим пополам всегда. То есть никогда никто, если я делаю рекламу или там Кузя делает рекламу, мы все всегда делим 50 на 50, и с этим у нас вообще никаких вопросов нету. И никаких соглашений там, ну, юридических мы не подписывали, просто чисто, ну, на дружбе. Конечно, многие говорят, что бизнес там с друзьями, там, это все, но фу, мы пока держимся, слава богу. Ну, я понимаю, что у вас никаких бизнес-соглашений нет, просто я про это и спрашиваю. То есть были у вас какие-то, знаешь, на берегу. Не, мы абсолютно просто адекватно с ним, как бы, оцениваем ситуацию и все, что мы делаем. Поэтому у нас все общее. Там у нас и камеры общие, и, ну, много, короче, чего общего из инвентаря. Здорово, здорово. Такие дела. Так, назови-ка мне пятерку мечты от Михаила Сергачева. Ну, наверное, Уэйн, потом Александр Овечкин, давай Кучера туда засунем, Фетисов и, наверное, Витя Хэггин. Ну, или Лидстром и Фетисов, я не знаю. А Вратарь Ватя? Тебе Фетисов нравится? Ну, по крайней мере, нравился, когда он, как бы, я смотрел его видео. Мне нравится то, что он катался, то, что он был везде, он вездесущий, так сказать. Очень хорошо играл. Давай тогда я еще один спрошу. Расскажи, пожалуйста, вот много, действительно, очень много, наверное, каждый пятый вопрос про волнение. Вот когда ты первый раз вышел на матч, именно в НХЛ, это, ну, я даже представить не могу, когда ты выходишь на такой стадион в лучшей лиге мира, на тебе лежит такой грустный, еще там новенький, тебе надо показать, доказать. Вот как ты с этим просто справляешься? Ну, мне кажется, реально, я бы не справился, у меня бы нервный срыв случился. Как вот ты с этим справлялся и что тебе помогло? Да я... На самом деле, это было очень тяжело, это еще, по-моему, в Монреале было. Там была предсезонная игра, и там собралось, по-моему, 20 тысяч человек в Белл-центре. То есть было очень тяжело собраться, но... Ну, как бы ребята помогают, знаешь, такая атмосфера в раздевалке легкая, то есть никто не парится, никогда не сидит, никто в себе там не запирается и не думает ни о чем. То есть все там футбольчик поиграли, там размялись, пошли погуляли, там не погуляли, а там поиграли там в футбол, там вот в американский футбол покидали мяч, собрание прошло, то есть никто не нагоняет какую-то тоску, знаешь. Все радуются, что скоро будет матч, все хотят поскорее выйти, и также и ты как бы подхватываешь это, и выходишь первые две смены, конечно, там очень тяжело, то есть ты вообще тебя трясет, не понимаешь, что происходит, самое главное, знаешь, шайбочку выбросить из зоны, как бы пойти смениться. Попроще, да, попроще. Да, там может в тело сыграть, знаешь, то есть поймать эту уверенность, а потом ты уже выходишь и используешь все лучшее качество, и стараешься не насрать. И сколько ты так вкатывался в игр? Наверное, где-нибудь игр 10, да, наверное? Ну, вот как в Монреале, когда был, наверное, игры три, наверное, заняло, чтобы просто, типа, акклимация, понять, что происходит. А в Тампе? В Тампе уж попроще было, то есть... Ну, в Тампе ты вообще резво как-то начал прям так. Ну, мне, как бы, знаешь, в ней очень много доверили там в атаке, дали себя проявить, поэтому мне было прям, ну, попроще немножко уже. Хотя здесь тоже, знаешь, в Тампе тоже собирается 120 тысяч фанатов, как каждая играет, это полный стадион, поэтому всегда есть волнение, но проход через 2-3 смены. Не, ну, мы побывали с Яриком в Швеции, поэтому мы поняли, что такое фанаты там побылатненько, это жесть. Давай, твой вопрос. Так, а вот как раз и про Швецию. Вы летали группой в Швецию на матч НХЛ, помогло ли это тебе как блогеру или как хоккеисту? Мне, скорее всего, знаешь, это больше помогло как человек, который мечтал реально побывать на этом матче. Ты даже не представляешь, как я кайфанул. Вот честно, за эти дни мы прям потом с Яриком приехали домой, такие сидим, блин. Еще бы вот, еще бы хотя бы там дня три бы так. И, конечно, как блогеру это помогло. Мы, во-первых, спасибо тебе, что дал нам такую возможность там с билетами, со всем, чтобы все получилось. И мы сделали, конечно, хороший реально, как я считаю, контент. И нам очень понравилось. И самое главное, мы воплотили свою мечту посмотреть матч Национальной хоккейной лиги вживую. И надеюсь, что скоро мы приедем к тебе уже туда, в Тампу. И посмотрим это прям на вашей домашней арене. Расскажи мне, пожалуйста, про свой самый большой фейл, который у тебя был в Тампе. Вот за всю историю. Ну, это мой первый год был. У меня немножко игра не шла. Как бы я был, ну, такой нервный. И мы играли с Чикаго. И там, не помню кто, какой-то игрок, что-то ткнул меня или там что-то сделал, что-то сказал. И я его просто оттолкнул в грудь, получается, а он так голову закинул. И показалось, что я ему в челюсть ударил клюшкой. И мне дали две минуты. То есть судья дал две минуты. Я очень разозлился, я не понимал за что, хотя я ему просто в грудь ударил. И я приехал на скамейку структурников и бросил полотенце маленькое в стекло. Типа я разозлился. Да. И мне дали еще две минуты. А я молодой, как бы первый год. Мы еще играли в семь защитников. То есть я свое место еще не заработал в команде полностью. Была где-то сороковая игра. И все, я захожу в раздевалку. Мне как бы высказали и ребята, и тренер. И мне было очень стыдно перед командой, что я так подставил ребят. Потому что они четыре минуты в меньшинстве играли. Мне прям вес. Мне в жизни так стыдно не было, как там. И потом, в третьем периоде, зато меня очень многое стали выпускать. То есть это было для меня непонятно. Я не понимал почему. Но я вроде, мы, то есть мы хорошо закончили игру, выиграли. И я вроде думал, что все. Мне больше не кончили. Ага, обошлось. Ну а потом, как бы, у меня были пару собраний. Я даже пару игр, по-моему, пропустил. То есть мне было стыдно команду подставлять так сильно. И я бы после этого в жизни так себя не вел и не буду. А у тебя еще остались вопросы? Да, конечно. У меня еще... Давай я так... Секундочку. Давай про хоккейчик поговорим. Не про бед. Давай. Давай. Самая тяжелая тренировка на льду, которую ты когда-либо делал. И где она была? Блин, это, короче, когда я в Атланты попал, мы поехали на предсезонку, и у нас там тренер был такой. Ну, не буду его фамилией называть, пофиг. Короче, он в баллон здоровый в этот закидывал, блин, двадцатку. И мы бегали. Получается, ты бежишь, ну, типа, с двух, полное это поле, там, сколько, 64 метра до борта, от борта всегда, типа, отбиваешь баллоном об борт. И так с двух до восьми и с восьми обратно. Вот это было просто. И там он еще подъезжает, короче, тебе постоянно пульс мерит. Если у кого-то, типа, пульс ты гоу, и ты перебегаешь. Ну, вот это самое просто, ну, это смерть вообще для меня было. Когда была эта тренировка, знаешь, у меня прям такое желание было просто к доку зайти, сказать док. И я не могу, я сегодня сломан что-то вообще. Заканчиваю, да? Это прям, ну, вообще жесть. Мне кажется, больше, знаешь, даже убивает, чем дает что-то хорошее. Ну, а ты знаешь, что я как думаю, что это дает? Это дает тебе, типа, характер. Тебя проверяют на характер, когда дают тебе такие тренировки. Это даже... Потому что это реально, я не думаю, что это помогает в плане физухи. Ты просто убиваешь все свои мышцы этим самым, я думаю. Дыхалка как бы развивается, да, это здорово, но мышцы, то есть ты вроде строишь, 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 идешь вверх. Потом ты делаешь какие-то баллоны или, ну, такую вот убийственную работу, где ты прям до болевать не бегаешь. Ты просто это ломаешь все мышцы, и поэтому я это не знаю. Да, это было прям вообще, ну, кстати, вот у меня друг там тоже играет в Америке, и он говорит, что когда вот ты с Россией приезжаешь в Америку, ты понимаешь, что подход к тренировкам, ну, то есть действительно вообще другое. Здесь вот все больше такое прям реально на убийственную работу. Вот сборы в России, это же реально постоянно каторга. Ты едешь туда просто как на каторгу, ты думаешь, господи, хоть бы сейчас только бы вот не умереть бы мне на этих сборах, доехать бы, слава богу. И большинство, ну, действительно, очень много травм получают именно люди на сборах. Ну, само забота, поэтому к 30 годам в СССР ты как бы уже был ветеран. Да, а вот именно там, в Северной Америке, там живут по-другому, ну, не сказать, что легче, а просто умнее как-то этот подход, более правильно же? Ну, смотри, я когда в Витязи играл, это еще по школе. У нас очень грамотные были тренеры по физической подготовке и на льду, и у нас не было такого, что нас там убивали, уродовали, что-то такое. Мы делали все ровно, то есть там иногда прыгали выше себя, но это было очень редко, это было, знаешь, в меру. То есть не было такого, что мы там доболевать не бегали. Мы всегда хорошо готовились. Потом я, когда поехал на сбору уже дальше, с другой командой, там уже были вот такие тренировки по жаре, там 10 километров, то есть вот эти вот дела, знаешь, когда очень много бегаешь, кроссы там 400 метров, там 12-400, там такие вот вещи. До свидания. Там по жаре, тем более, я был еще молодой, это было вообще просто невозможно, я еле терпел. И я как бы не самый слабый человек в мире, но это было ужасно тяжело. А здесь, здесь на самом деле, как сказать, здесь нет такого, что тебя убивают, но ты убиваешься, так сказать. Ну, в Америке все равно меньше вот таких вот именно бегов, потому что у нас всегда на сборах, что самое, это всякие кроссы там по 8-10 километров, тесты куперов, отрезки, все вот это движуха. Ну, здесь такого нет, да. То есть мы, что мы бегали, это мы бегали в горку. Это был максимум, что мы здесь бегали. Вот. Так что бега мы не делали, в основном в зале, то есть подкачка, кардио какое-то, и в пятницу мы бегали в горку, и все. То есть сейчас я приезжаю в Москве, тренируюсь, у нас нет такого, что мы там прям какие-то сумасшествия делаем. То есть мы классно готовимся, и все понимают, для чего мы это делаем, и нас никто слишком сильно там не убивает, знаешь, чтобы мы на следующий день уже были готовы тренироваться, чтобы мы хотели идти на тренировку. Потому что когда ты не хочешь идти на тренировку, это ты, мне кажется, знаешь, не становишься лучше особо. Конечно. Вот, и ты не хочешь тренироваться, в чем смысл тебе. Все понятно. Слушай, вот если бы у Михаила Сергачева родился сын, который очень-очень хочет играть в хоккей и стать хоккеистом, как бы Михаил Сергачев от самых низов до самого верха, то есть в национальной хоккейной лиге, какой бы вот алгоритм действий был именно у тебя, и как вообще сделать вот ребенка хоккеистом, при том, что он этого хочет? Ой, не знаю, я не отец, как бы, знаешь, и для меня это тяжелый вопрос. Я бы отдал хоккей просто, постарался бы ему давать информацию, которую я знаю, как-то развивать его, поставить на коньки, первым делом дать ему катание. Потому что люди, которые катаются, у них огромное преимущество. Потом, понятно, руки, бросок, все это поставить, но самое главное, чтобы ребенок наслаждался этим процессом, а не загонять, чтобы он не чувствовал, что его загоняют, чтобы он не чувствовал, что он устал от хоккея. Есть просто очень много примеров, когда загоняют детей, и они уже не хотят на тренировку идти, потому что у него там еще две тренировки в этот день, допустим, он пошел на лед, потом пошел в зал, потом пошел на какое-нибудь плавание, еще туда-сюда и так целый год. С человека просто можно желание выбить играть в хоккей. Не, ну вот, например, смотри, больше взглянем не с точки зрения именно тренировок, а с точки зрения, вот, например, у тебя родился сын, какую бы школу хоккейную ты бы выбрал для сына на данный момент? Для тебя есть какая-то школа фаворит именно детского хоккейного? Ну, я знаю, что в Локомотиве хорошо развивают детей, то есть у них свои, свои ребята играют в КХЛ, в Нижнекамске очень много своих ребят играют в КХЛ сейчас, то есть это, здесь на самом деле не угадаешь, куда ребенка дать, мне кажется, знаешь, в ЦСКА очень много хороших ребят, в Акбарсе, то есть там, в Челябе, в Маглинитке, знаешь, то есть детей везде очень много талантливых, и те, которые хорошо играют, это, не знаю, самое главное просто попасть под своего тренера, я бы, наверное, так сказал, чтобы тебя научили кататься, а потом уже, если тебе это все интересно, если ты хочешь развиваться, то ты по любому путь найдешься. А вот агента, например, в каком бы возрасте своему сыну ты бы, ну, нанял агента или стал бы говорить об этом вообще? Ну, агент это такая вещь, знаешь, ну, агент нужен, когда ты собираешься куда-то переходить, то есть, я думаю, это где-то к 16 годам, когда у тебя есть клуб МХЛ, чтобы твои интересы представляли в клубе, чтобы ты не сам там ковырялся и как-то пытался проходить всю эту тему, чтобы у тебя был агент, который будет звонить и представить твои интересы, поэтому, ну, где-то, наверное, к 16 годам, точно не раньше. Все понятно. Ваш следующий, Михаил, прошу. Следующий вопрос, секунду, не верну телефон. Так, как ты считаешь, правильным ли направлением идет российский хоккей и достаточно ли хорошую работу проводят школы и клубы по развитию детей и молодежи? Ну, на самом деле, мне кажется, что именно российский хоккей раньше был, ну, сильнее, действительно. То есть, например, когда был МХЛ, когда я, получается, мне там еще было где-то, ну, не знаю, может, лет 12, ты приходил на МХЛ, ты просто смотрел, у тебя там шары, знаешь, закатывались, ну, реально, скорости, там, такие уже дядьки взрослые, все как бы, ну, и там по возрастам совершенно по-другому все было. Сейчас же ты, вот я бы там ходил как-то на матч, там, Атланты с кем-то играли. То есть, ты приходишь, ты смотришь, и ты, ну, реально понимаешь, что проседает как-то. И даже дело не в том, что там я вырос, там, а тогда я был маленький, смотрел другими глазами. То есть, это, ну, не только там, да, мое мнение. Многие люди так считают. И мне кажется, что нам как-то, знаешь, много развелось наших тренеров, вот этих всяких там подкатки, закатки, докатки, которые именно делают бизнес. Не, как бы не развивают хоккей, а реально просто делают на этом бизнес. А именно такого, что квалифицированные специалисты, их очень мало, а если они есть, то они требуют больших денег. А большие деньги у нас только у нескольких клубов, и поэтому кому-то не достается, так сказать, внимания. Поэтому я считаю, что надо просто растить квалифицированных специалистов и отдавать их во все школы тогда, чтобы дети развивались реально. Я с тобой согласен полностью. Потому что мы приехали в Санкт-Петербург на базу СКА. Миша, я реально, я такого никогда не видел. Там просто комплекс, там есть все. Вот действительно, ты можешь просто, понимаешь, чтобы стать хоккеистом, тебе ничего не надо делать, тебя просто вот туда вот отдаешь. Медцентр, там все инновации, все технологии, здоровый, огромный зал, несколько залов, бокс, там качка, там кардио, не кардио, несколько этих ледовых катков, понимаешь? И где у нас в стране вот есть такое? Вот у нас в Матищах сейчас вообще, например, просто играла команда КХЛ, сейчас там Пугачева приезжает петь, ярмарки проводит, там носки продают бабушке вязаные, понимаешь? Нет вообще хоккея, то есть хоккей умер, а где-то вот есть, и как бы это ужасно, это только один из примеров. Поэтому вот так. Расскажи, Мишань, пожалуйста, про путь в НХЛ и основные сложности, с которыми ты сталкивался на пути к этому. Какие вот у тебя были какие-то, может быть, тяжелые моменты, или там, не знаю, какие-то там передряги, там, может, с агентами, не с агентами, переезды в Америку, там, юниорский хоккей. Самый, самый тяжелый момент, наверное, был это переезд в Канаду, когда мне было, скажем, 16 лет, 16-17. Это, наверное, был самый такой тяжелый момент, тем более, когда ты думаешь об этом, то, что, типа, ты своего ребенка отдаешь непонятно куда, непонятно зачем, вот, и решение далось тяжело, как бы, и я сам очень много думал над этим, потому что, ну, как так, то есть ты сидишь, вроде, знаешь, ты там в сборной России, допустим, первый, второй защитник, у тебя вроде все нормально, ты собираешься ехать в сборную, там, играть год. Здесь, как бы, такое предложение, то есть не то, что непонятно, я, как бы, доверял агенту своему и, то есть, тренерам, и понимал, что это, наверное, будет лучший путь для того, чтобы попасть в НХЛ, но это, когда я туда приехал, я вообще был в шоке, то есть я ни по-английски не говорил ничего, не понимал, что происходит, мне это заняло где-то, наверное, месяца три акклиматизироваться, понимать, что говорит тренер, что говорят ребята, то есть это, наверное, был самый тяжелый момент, а до этого... Ну, вы же, по-моему, с другом с твоим поехали, с вертухой, да? Да, да, с вертухой, ну, нет, он там уже был год, то есть он уже все знал, он уже по школе играл там, по-моему, в Торонто, если не ошибаюсь, вот, то есть поэтому, да, это было попроще, но я знаешь, как его это доставал постоянно, я говорю, переведи это, переведи это, а он уже у него голова кипела, понимаешь, он с людьми по-английски говорит, потом мне все по-русски переводить, то есть это, ну, я ему благодарен очень, то, что он мне помог, как бы, мы до сих пор общаемся, а он закончил, да, с Кокеем? Я не думаю, что он закончил, пока не Просто я помню, он, ну, раньше вроде что-то там в ЦСКА играл, ну, хорошо, так играл довольно-таки, а потом как-то пропал как-то с радаров, я не знаю Он пропал, он ехал в Канаду, играл в юниорах, там, да, сейчас он просто занимается своими делами, я думаю, продолжит, все будет нормально, вот Все понятно, так, ну, давайте, твой вопрос Мой вопрос, сейчас, секунду, отдадут мой вопросник Так, если бы ты стал тренером, допустим, на год в школе, в любой, в Ярославле, в Мутищах, в Казани, в Нижнекамске, что бы ты изменил подготовки молодых кистев, чтобы они развивались быстрее и по-другому? Ну, я бы, на самом деле, уделил очень много вниманию именно, знаешь, не тренировочному процессу, а все, что происходит около, то есть, например, тоже там питание, да, грубо говоря, там, режим, потому что вот, когда люди живут на базе, ну, согласись, ты, наверное, тоже, я думаю, жил на базе, и ты понимаешь, что это такое, когда ты идешь в магазин, смотришь, там, есть там много чего интересного, но ты всегда возьмешь, там, Твикс, там, знаешь, там, Роллтон или там еще что-то, ну, такие вещи, там, знаешь, и часто ты действительно не соблюдаешь режим, я бы уделил очень много аспектов тому, что поставил бы, во-первых, культуру именно питания, восстановления, режима, всего вот этого, это первое, а во-вторых, бы сделал более грамотный тренировочный процесс, в отличие от того, ну, как бы, я сужу чисто потому, когда я играл, по тому, как вот к нам относились, вот эти же опять, там, всякие убийственные, там, бега, я бы, наверное, скорее всего, исключил, сделал бы более какие-то грамотные тренировки, ну, и плюс, опять же, все, что происходит именно в Нель, да, это бы тоже я улучшил, наверное, вот так. Нет, это здорово, потому что, когда мы с ребятами играли в Витязи, у нас был постоянный режим, у нас не было телефонов, то есть, нам выдавали телефон на два часа, позвонить родственникам, посидеть, там, поиграться немного, мы их сдавали, то есть, ну, не всегда, конечно, сдавали, некоторые там прятали, я прятал, допустим, телефон, но я считаю, что это очень сильно помогало, потому что ты не отвлекался ни на что, кроме учебы и хоккея, то есть, когда были выходные, понятно, нам раздавали телефон, и мы ехали в Москву, мы с ребятами, там, гуляли везде, у нас было правильное питание, то есть, мы жили все вместе на базе, там, у нас процентов 80 игроков команды жили все на базе, то есть, мы всегда были вместе, это было здорово, то есть, я вообще, я, на самом деле, очень сильно скучаю по этому времени. Поэтому вы и выносили всех подряд. Ну, мы выносили, у нас тренера были вообще мощные, то есть, самые развитые, самые интересные, самые классные тренера вообще в России. Ну, Гришин у вас был, и кто-то. Гришин и Прохоров. Да, и у вас, получается, вообще, ну, у вас вот эта команда, которая была, видите, там же много очень народа реально заиграло. Ну, у нас, у нас и собрали, как бы, всех ребят с регионов. Сборники там, почти все. Да, у нас, по-моему, было там, сколько, две или три пятерки сборников. То есть, мы играли, мы за три года проиграли четыре игры, если не ошибаюсь. То есть, за два года, за два года четыре игры проиграли. Я помню, мы как-то к вам приехали сыграть, сколько, девять, что ли, мы вытащили из ворот. Ну, это нереально было. Ты вообще был просто... Не, у нас вообще... У нас команда была... Ну, там ты выходишь, там просто, во-первых, у вас, знаете, еще были такие всякие рослые ребята там, ну... И ты просто, ты смотришь, за тачки бегут, и ты такой, знаешь, пиздюк, 30 килограмм выходишь на этот лед. Он такой, Миша, я тут шайбу возьму. Нет, это было действительно тяжело. Ну да, но я помню, мы еще играли в быстрый хоккей, то есть, не, не было такого, что мы играли там в какой-то позиционный хоккей, там, что-то выдумывали. Мы всегда в быстрый хоккей, то есть, все на ворота защитник. Мы нас очень хорошо защитников тренировали, то есть, как вытаскивать, показывать, бросать. То есть, это было вообще здорово, мы очень много видео смотрели, поэтому у нас была лучшая подготовка, я считаю, на тот момент в России. Но мы все равно, кстати, финалы проиграли. Да, я помню. Да, это было очень обидно. Но они там тоже, знаешь, Сокола себе взяли, Абрам у них играл под корыт, они там у них результат делали. И вот мы первый год, получается, проиграли, там Сокол сделал результат, а второй мы уже, знаешь, катком по ним прошлись. И там, вообще, здорово играли, и у нас там все ребята получили, бомбардиров и всех остальных. Я смотрю, ты машину купил себе в Бэху, да, летом. Бэх, конечно, вообще бомба, это М5, да, по-моему, у тебя? Ну, Бэха. Ну, Бэха, да. У тебя есть вообще какие-то предпочтения в машинах, вот какая-нибудь, не знаю, машина мечты, там, какой-нибудь Rolls-Royce, там, или там, Ferrari, не знаю. Есть ли такое у тебя предпочтение, и какую бы машину ты бы на данный момент себе хотел бы купить? Ну, я катался и на Rolls-Royce, и на Bentley, то есть и на Mercedes, ну, просто там, у знакомых. Они, конечно, все классные машины, конечно, я бы был очень рад, если бы я была одна из них, или там, или все вместе. Вот, мне больше не надо. И я бы был очень рад, если бы они у меня были, но у меня нет такой цели какую-то себе определенную машину купить. Самое главное – комфорт, то есть не обязательно покупать себе Bentley, которая там стоит миллионы рублей. Можно ограничиться на обычной машине, которая тебе будет комфортной, в которой ты будешь ездить каждый день и наслаждаться поездкой. Поэтому такой самой цели купить у меня какую-то машину нет, но мне нравятся вообще автомобили, мне нравится скорость, мне нравится тюнинг. То есть, и вот этим бы делом я, наверное, занялся. Ну, у тебя есть какая-то машина, которая будет, ну, вот ты мечтаешь, вот я там, например, грубо говоря, там, хочу купить себе эту восьмерку BMW, купе. Ну, смотри, мне нравится комфортная скорость. То есть, вот я на своей машине езжу, она у меня быстрая, но она не самая комфортная машина. Допустим, возьми уже тот же Mercedes S-класс, допустим. Ты сидишь, в нем он очень комфортный, но он недостаточно быстрый, он тяжелый, как корова едет. Да. То есть, знаешь, ну, тяжело выбрать. Допустим, в ту же Lamborghini ты садишься, она там вообще как на козе едешь. Он тебя трясет всего, там никакого комфорта, никакого там кондиционера, ничего нет. Ну, то есть, кондиционер есть, но не продувай сидений, знаешь, не вот этого всего. А машина стоит, там, 40 миллионов рублей. То есть, в таких машинах я вообще смысла не вижу. То есть, когда есть та же M5 Competition, которая едет, там, 3 секунды до сотни, зачем тебе Lamborghini, которая едет 3 секунды? Ну, конечно, полностью согласен. Нет, смотри, ну, вот стоит BMW M5, она стоит, там, что-то 120 тысяч долларов, 130. А Lamborghini стоит 300-400. То есть, ну, зачем? Ну, я полностью поддерживаю, я вообще поддерживаю вот эту всю BMW-двежуху, ну, потому что реально крутые машины. BMW в порядке, я вообще, я прям езжу, кайфую, как бы она, знаешь, тоже, как бы там, шумоизоляция немножко так, она в ней шумно, потому что она быстрая. Вот, но у меня, в принципе, все там есть, там, и обдулы сидений, и массажи. Ну, она все равно жестковата, вот у меня тройка, вот она, ну, там, жестковата, то есть, ты чувствуешь, когда едешь. Ну, у тебя так же, ну, хотя, я думаю, у тебя помягче. Ну, не знаю, у меня просто низкопрофильная еще стоит резина, вот, и так довольно-таки, довольно-таки тяжело на ней ездить. Тем более, когда едешь, вот, ездили в Майами, здесь, там, 350 километров, у них здесь дороги еще плитами лежат, то есть, ты... Вот, да, я тоже смотрю вообще другие, да, дороги, по сравнению с русскими. Да, да, то есть, здесь не прямой какой-то там асфальт, а здесь, как бы, немного плитами, и там вот этот промежуток ты чувствуешь, когда едешь. То есть, так, тык, 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 знаешь, такой вот этот звук постоянно в машине, и шумоизоляция немного хромает, а так вообще, я, то есть, от машины кайфую, и свои. Ты только если летом сюда приедешь, свою не привози, потому что у нас на МКАДе, там, есть вот эти, которые стыки, там просто колеса у машин теряются. Ты вот налоги постоянно... Я же не смогу привезти, как я привезу, ты че? Отчисляешь налоги, а ты по МКАДу вот едешь, выезжаешь, 120 едешь, а там яма, я не знаю, как у меня вот в деревне просто выкопана. Ты как туда, бам, колесом, тут прям проблема. Слушай, раз уж мы, этот, заговорили о финансах, у тебя есть какая-то вот именно финансовая цель, например, там, построить дом, купить квартиру, там, не знаю, ну, купить что-то еще, там, или, может быть, в бизнес какой-то, там, вложить. Что-то такое ты планируешь вообще? Ну, самое главное, чтобы после завершения карьеры была нормальная жизнь, то есть, чтобы я и моя семья ни в чем не нуждались. Это, наверное, для меня самое главное. Ну, и жить комфортной жизнью, знаешь, то есть, понятно, мы там и зарабатываем много, и все остальное, но это не вечно. Поэтому, конечно, нужно куда-то вкладываться, то есть, откладывать деньги, чтобы когда ты там, че, 35 лет, ты закончил с хоккеем, ты, знаешь, не доверял последний хлеб с солью, знаешь, вот так вот это скажу, поэтому... А сейчас охота, конечно, дом купить, как бы, мне в квартире уже не то, что некомфортно, но лучше был дом, чтобы ты вышел, у тебя там, задний двор, ты там мог, там, поставить хоккейные ворота, бассейн, знаешь, то есть, ну, чтобы был какой-то... Короче, ты хочешь дом именно во Флориде, да? Да, мне, на самом деле, без разницы, но во Флориде классно, как бы, здесь тепло, само собой, если я здесь, ну, я здесь играю, конечно, здесь охота, дом, вот, квартиры тоже, как бы, здорово, то есть, допустим, в Москве, в Москве можно квартиру купить, там, для туалета. А ты сейчас снимаешь квартиру, да, там? Здесь, да, да. Ну, ты снимаешь, да, Николуб, правильно же? Нет, конечно, я снимаю, но позволяет зарплату снимать квартиру. Ну, да, в принципе. А так, вообще, вот, жизнь в Америке, ну, и по сравнению с жизнью в России, ты вот, когда приезжаешь в Россию, например, да, вот у меня просто друг тоже в Америке живет, он говорит, я приезжаю, говорит, в Россию прилетаю, в аэропорт выхожу, мне, говорит, от момента того, когда я выхожу из самолета до момента того, когда меня встречают родители, говорит, они ни разу не видели меня еще радостно. Потому что, говорит, я просто выхожу, говорит, меня здесь нагрубили, здесь, говорит, там багаж не выдали, здесь то, здесь все. То есть, ну, люди реально грубые. Вот ты чувствуешь такое различие, когда сюда приезжаешь, и видели тебя родители, видят ли счастливым, когда ты возвращаешься? Ну, здесь, понятно, люди очень вежливые, как бы, и стараются, стараются быть вежливыми. Знаешь, некоторые из них невежливые, но они стараются быть вежливыми. Понятно, здесь все тебе улыбаются, все пытаются тебе помочь, но когда я прилетаю в Россию, я вообще кайфую, на самом деле, я очень сильно скучаю по России, то есть, когда я здесь, я прилетаю в Москву, я вот в Москве летом провожу, и мне прям вообще все нравится. Мне не важно, грубят ли они, не грубят, как бы, меня особо никто не грубил, по крайней мере, все время, что я прилетал, как бы, я со всеми людьми стараюсь разговаривать вежливо, не повышать тон, как ты знаешь, даже если что-то мне не нравится, я просто спокойно себя веду, и люди, знаешь, это понимают, и также себя спокойно ведут, поэтому, не зависит от тебя, как ты, видимо, так ищешь. Как ищешь и выбором, так же, как ищешь и выбором, так же спокойно себя ведешь, или нет? Нет, нет, другое, другое, здесь, как бы, я в Москве летаю, я спокойный, я очень рад, что я прилетел в Россию, потому что я люблю свою страну, и вообще, обожаю, на самом деле, прилетать в Россию, я хотел прилететь, но видишь, у вас там карантин, поэтому не получилось. Понятно, у тебя еще остались какие-то вопросы? Да вроде нет, я вообще все, что хотел, услышал, все ответы получил. Ну что, давай-то закругляться, то я есть уже хочу. Да-да, я тоже, я еще не завтракал, у меня время час. А, ну, спасибо за эфир, я думаю, всем было интересно, ребятам послушать, мы обязательно его сохраним, так что, всем спасибо, что посмотрели, спасибо за вопрос, и тебе, Мишаня, тоже спасибо, рад был пообщаться. Все, давай, Лизе, привет, хорошего завтра, все, давай, братья, на связи, давай. Субтитры сделал DimaTorzok